И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную, как Black Mirror. В предыдущей серии мы с вами остановились, кажется, вот то, что там сидит санитар, нам не пройти. Нам нужно как-то это сделать, я, честно говоря, не очень помню как. Так, по-моему, надо через вот эту штуку что-то делать. Я не знаю, какое передать сообщение. Чё ж ты такое тупое-то? Я, кстати, сразу извиняюсь, если я буду немножечко хрипеть, покашлять, потому что я что-то как-то где-то горло застудила, и что-то как-то мне нехорошо говорить очень некомфортно. Ну да ладно, так, может ещё что-нибудь где-нибудь валяется? Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-бб-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б... Грязная, тряпишная кукла. М-м-м... Что ж мы тут сделать-то можем? Так что мы не можем? Я помню, надо где-то голову найти что ли для этой куклы... Чё-то такое... Кажется. Я не помню. Так... Н-ну не может быть... Там же нет ничего. так даже что же мы можем сделать то блин так подожди нет сейчас не получается у нас есть что-нибудь такое уже на голову нет печально тебя есть что нибудь спит как убитый ладно может быть выйдем отсюда я правда без понятия что нам это даст сходим туда может хотя это уже как бы мне кажется вряд ли может не поговорим может она нашла голову лень могу я поговорить с вами конечно у меня промелькнула одна мысль вы не могли бы мне дать график дежурств всех работников не думаю что кто-то будет возражать если вы взглянете на него но я не понимаю как это может помочь вам кто знает может что-то мне подскажет хорошо вот он вообще-то я верну его когда просмотрю нельзя уже конец недели я в любом случае должна составить новый что нельзя такие вещи отдавать это все спасибо так но может быть мы сейчас его почитаем у нас будет повод график дежурств санаторий эшбори на эту неделю у нас будет повод отослать этого мужичка там научу ничь сказать пойти раций скажем так так ну 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 да хотелось бы давай резче в здании есть система коммуникации в здании есть ну так и доктор смит пожалуйста пройдите что им от меня нужно так поздно чёрт думаю нужно идти на голос как у доктора германа так супер он ушел нам явно не сюда потому что здесь закрыты а стоп это в холл палата раз все палаты заперты колеса там еще что-то было на ну ладно кто там кто здесь нужно что-то сказать пока он не обнаружил меня здравствуйте я сэм я я ральф мы не будем долго говорить хорошо ральф я знал одного сэма хотя и и не близко почему мы не можем поговорить сэм ну мы можем но мы должны говорить тихо а еще лучше шепотом хорошо будем говорить тихо сэм мне нужно кое-что узнать ты мне поможешь медсестра говорит что я хороший но я сейчас я очень печаль льны я я помогу вам к когда мне будет не так грустно а почему тебе грустно из за из за баби кто такой баби он что-нибудь тебе сделал н нет мистер баби он очень добрый он он мой друг но он ушел а я не знаю куда может быть я его чем-то обидел а как выглядит этот мистер баби а может быть я смогу помочь тебе отыскать его он хорош он очень умный и часто говорил со мной а как он выглядит хм он не такой высоте как мы он маленький но он очень симпатичный понятно если я разыщу его для тебя ты поможешь мне да да надеюсь он не пропал вы же найдете ты его сэм не бойся я разыщу его вероятно это игрушка где он мог ее потерять он что не догадываешься вот у тебя в голову только осталось найти я ж чувствую я ж помню что где-то должна быть голова в нем нет воды а голова тоже нет ограждение очень прочное я не могу ничего с ним сделать голыми руками сделай голыми ногами ограждение очень допустим подносы и грязная посуда так подождите здесь ральф а где можно найти голову может быть дать ему сперва куклу правда он разорит что она безголовая наверняка ральф я нашел мистера бабы правда где он с ним все в порядке покажите его мне сэм думаю с ним все в порядке сэм скажите поможете поможете сэм отдай мне его на сэм отравь за голову я отведу его к доктору хорошо п правда да сделайте это п пожалуйста я вернусь когда мистер бабе снова будет здоров замечательно головы у нас нет печальный где ее искать он может мусорной корзинки потому что больше нигде один мусор ничего кроме мусора хлам но ничего кроме да не может быть ищу голову один мусор слушай включи свет я не знаю сделаю что-нибудь а давай еще раз ну-ка посмотрим здесь что-то есть голова да голова куклы супер все проблема почти решена осталось только сшить бабе ральфа исцелен а прикиньте стоит такой в холле и шьет странно что доктор кстати еще не вернулся ничего того что он вышел наверняка начал говорить с медсестрой выяснилось то что его никто не звал и мог бы уже вернуться ральф ты меня слышишь они как говорили громко так и говорят да я вас слышу но я все еще зачем ой зачем господи щас 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 я забыла да ральф с мистером бабе снова все в порядке вот он как хорошо я рад что что он здесь снова со мной мистер бабе тоже очень рад спасибо самуэль откуда самуэль очень добры теперь я должен поговорить с мистером бабе я его так так долго не видел погоди ральф ты обещал помочь мне если я разыщу мистера бабе но с сейчас я хочу немного побыть наедине с мистером бабе я боюсь если отвечу будет плохо ну да ладно давайте попробуем хорошо послушай ральф ты знаешь кто помог мистеру бабе нет не знаю я помог вы доктор сэм нет но если я его вылечил то так же могу сделать ему больно понимаешь нет вы не можете этого делать не заставляй меня ральф конечно я помогу вам только оставь покой мистера бабе или а и ты знаешь кого нибудь по имени джеймс джеймс а м м мой друг и мистер бабе да тоже мне нужно узнать в какой палате его держат р рядом со мной за следующей дверью но джеймса сейчас нет я знаю ты не знаешь где они держат ключ от его двери это где-то поблизости может в одном из кабинетов нет не то все ключи находятся у доктора смита который охраняет нас ты в этом уверен да когда выходим в коридор он всем открывает но я не думаю что он даст вам ключ очень дороги это не имеет значения черт смит возвращается нам лучше прекратить разговор продолжим потом потом хорошо сэм и так ключи у доктора как же мне их получить вообще довольно таки палевно так с этим говорить нельзя говорить ему было то что назову сам же потом будет палата заперта будет потом говорить то что вот ко мне приходил сэм хотя его сюда не пускали так подожди ограждение очень прочные так я же не могу туда пойти там же кто присидит так подожди давайте сохранимся я не могу пойти назад доктор может вернуться прекрасно чем не делать кислотой нет чем делать то я всего две зоны рубильник и решетка ограждение очень прочные да нам и не надо кажется с ним ничего делать с этим ограждением странно кстати что свет падает а решетки на 10 не видно да ладно слушайте подождите еще это как-то и я как будто хочу мне делать как мне быть чувствую себя дебилом может я честно говоря не соображаю что делать может расковырять где-нибудь что-нибудь вряд ли может попробовать ой господи какой кошмар почему вот нельзя здесь замок кислотой расфигачить вот этого я не понимаю что-то что взять нет успею а что делать а провод смотрите-ка нет никак а просто оторвать что ли голыми руками да ладно я бы кое-что попробовал но кабель под напряжением чё вырубим давай я чё это нам дала у меня есть идея нужно просто включить рубильник никто не заметит мне нужно как-то привлечь внимание что рубильник не включается ограждение очень прочное так подожди что вышит его оказалось а почему теперь рубильник не включается решетка чуть-чуть сделать то надо почему не нажать кнопочку только не говорите мне что это какой-нибудь баг мега-мега потому что как-то ограждение очень прочное я не могу ничего с ним сделать голыми руками чё сделать то надо я не могу пойти включить рубильник ну может музыкальную шкатулку поставить пускай играет а вот смотри я должен спрятаться эй что здесь происходит и 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 шабанул он между прочим у кого умереть думаю с ним все будет в порядке думу ключи от палат супер пошли пусть там будет что-нибудь полезное чтобы не все не зря все это делали ужасное место нормальный человек здесь и месяца не протянет нужно осмотреть палату пока меня никто не заметил вообще я бы на твоем месте дверку-то прикрыла бы страницы из разных книг даже из библии некоторые абзацы зачеркнуты а другие аккуратно подчеркнуты крест таракан он ползает не думаю что хочу знать что в нем отвратительно здесь действительно ужасные условия пара карандашей несколько чистых листов бумаги ничего интересного рожицы нарисованы углем учусь рожицы целая картина это вам сказала ладно допустим дыра матрас в матрасе дыра вокруг нее все сгнило торчит клочок бумаги попытаюсь его вытащить чё это у нас 25 февраля уильям должен знать что со мной все в порядке ничего плохого больше не случится только голоса я их не понимаю как бы я хотел чтобы они оставили меня в покое они не уходят из моей головы даже когда я их умоляю я много рисую по вечерам это помогает заглушить их шопот мазки моей кисти в конце концовцы четким изображением и о нем даже не думал как будто кто-то управляет моей рукой 27 февраля мне нужно как-то увидеть уильяма прежде чем меня окончательно поглотит это место когда мы встретимся я все ему расскажу уильям должен знать обо всем том зле которое причиняет нам здесь роберт я должен придумать способ дать ему об этом знать как-нибудь доставить мои записи в условленное место но что если мое письмо обнаружит роберт я должен быть очень осторожным к счастью ему никогда не приходит в голову заглянуть сюда даже когда он проходит мимо 2 марта роберта сегодня целый день не было видно ральф тоже не видел его это хорошо это очень хорошо надеюсь он там и останется где бы он ни был 8 марта уже прошло 10 дней с тех пор как я отправил письмо со старым орденом почему вильям еще ничего не предпринял получил ли он мое письмо не знаю сколько еще я смогу оставаться в этом месте странно сказал 8 марта а здесь что-то как-то 27 февраля может ошибочка по-моему это 2 марта или или я ключ чего она хорошо попался я знал что за побегом кто-то стоит вы меня слышите я вернусь через минуту и вам придется кое-что объяснить доктор вероятно пришел в себя мне нужно убираться отсюда пока он кого-нибудь не позвал мне не очень хочется объяснять зачем я его оглушил у нас же ключики то есть куда ключи пропали непонятно вот идиот сэм щеколда закрыта отсюда я ничего не могу с ней поделать с этой стороны двери нет замочной скважины кстати рисунок глаза такой же как и в дневнике один из странных рисунков джеймса этот рисунок помят будто кто-то выбросил его а затем снова повесил на стену попытаюсь сорвать его та-та-та ральф ты меня слышишь да сэм я слышу вас хорошо мы можем поговорить вы нашли для меня мистера бабе значит теперь вы я очень люблю друзей вы знаете это да а это все о чем вы хотели поговорить с нам на раньше когда джеймс планировал побег он говорил с тобой об этом да да он упоминал как он собирается бежать д Да. Расскажи мне об этом. Но я не могу, не могу этого сделать. Я обещал деппе Джеймсу, что никому об этом не расскажу. Ральф, Джеймс также и мой друг, понимаешь? Я знаю, он сам бы мне об этом рассказал, если бы был здесь. Я... Хорошо, я думаю, что могу рассказать вам. Мистер Бабби тоже согласен. У Джеймса был лаз под кроватью. Да, лаз. Под кроватью? Да, точно. Вы обещаете, что никому об этом не расскажете? Не бойся, Ральф. Мы с мистером Бабби доверяем вам, сэр. Могу я пойти поговорить с мистером Бабби? Бабби, ему грустно одному. Расскажи мне о Джеймсе. Ты знаешь, почему он убежал? А-а-а. Я-да-да, думаю, ему здесь больше не нравилось. И еще, он очень боялся. Чего он боялся? Я могу сказать вам, но вы ведь никому не скажете. Я не скажу, Ральф. Он боялся главврача. Я тоже боюсь главврача. Но Джеймс был напуган до смерти. Почему он так его боялся? Он однажды ночью, он пришел к Джеймсу, и они очень долго разговаривали. Я подслушивал через эту дыру. Главврач кричал на Джеймса. Ты слышал, о чем они говорили? Может быть, я не знаю. Ты должен был что-нибудь слышать. Только п-п-п-пару слов. Правда. Что-то о каком-то Вильяме и Замке. Я больше ничего не могу вспомнить. Я был напуган. Хорошо, Ральф. Вероятно, Роберт поссорился с Джеймсом из-за возможного возвращения в замок. Почему Роберт не позволял ему вернуться домой? Ты сказал, что боишься главврача. Да, очень. Он нехороший человек, сэм. Почему ты его боишься? Он часто кричит на нас и очень строгий. Но больше всего я боюсь его ночью. Иногда он заходит в нашу палату. И тогда что-то с кем-то происходит. Поподробнее. Однажды ночью он приходил ко мне. Он дал мне какое-то лекарство. И после этого я стал очень слабый. Он сказал, что даст мне его еще раз. И если я кому-нибудь об этом расскажу, вы ведь не скажете ему, что я вам об этом рассказал? Я ему ничего не скажу. Не знаю, смогу ли я перенести это лекарство еще раз. Когда ты в последний раз видел главврача? Я думаю, тогда, когда он кричал на ДЖИМСа. Я не видел его ни в следующую ночь, ни на следующий день. Надеюсь, он уехал надолго. Почему Роберт по ночам тайком давал больным лекарства? Наверное, что-то скрывал. Так, ну ладно. Уходим. Мне нужно уйти, пока меня никто не заметил. Я вернусь позже, когда все успокоится. Сейчас мне лучше уйти. Мне интересно, как он доехал в ночи. Ну да ладно, неважно. Давайте тогда на этом замечательном моменте сохранимся и закончим данную серию. Она была больше такой разговорной. Мы много чего узнали о Роберте. Он явно какие-то нехорошие вещи делал с больными. Ну да ладно. Может быть, нам расскажут об этом попозже. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, зайдите в друзей. И в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Сэвен. Всем удачи. Пока-пока.